ну вот и ночь наступил что-то дождя нету может быть ночью будет обещали же пасмурно было дождя нету спасибо за ваши комментарии я прочитал мне вот подписчики мне пишут тоже хорошие слова вы знаете я как-то однажды говорю что вообще мудрость жизни человека приходит или с годами или с гадами и в том и в другом случае конечно это нежелательно я скажу лучше после пораньше надо чтобы не то чтобы например да человек уже за 50 только он познал жизнь или чтобы гады в жизни встречались но жизнь ставить свои условия жизни и человеку заставляет смотреть на все другими глазами вот молодые годы я вообще это я знаете вот молодых почему не люблю осуждать молодых молодежь я вообще не осуждаю вот у меня нет привычки молодежь осуждать знаете почему ну что сам был молодость еще тот где драки там где какая-то штука там в общем отец от меня действительно уставал какой-то степени вот и то же самое и по другим делам тоже жизнь вот сама как бы толкала вот учись 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 льбом чтобы человек уже 40 годам чтобы он же был немного мудрым уже более степенным в этих делах но желательно конечно быстрее научиться чтобы 30 годам чтобы человек уже узнал но бывает что человек всю жизнь учится всю жизнь человек учится и никак он все равно жизнь никогда не поймет остается еще нераскрытой странице вот ну вот бывает так человек под 60 узнает что такого действительно подлась который не ну который никак потому что в наши времена вот такие вещи вот не бывало вот сегодня показывает пусть говорят сегодня и смех и горе короче там еще одного парня посадили на три года попытки изнасильную что ли краснодаре тоже опять же там его жена говорит ни за что вторая от которой обвиняла и обвинирую что на шурыгина в общем короче там никак и так и доказательств ничего нет только потому что это есть человек сидит три года тот который с ней действительно в ту ночь переспал он короче сам признается он на свободе отчет тот человек который якобы хотел его посадили на три года и спокойно это человек народе это сама как это человек будет жить среди людей она не думает об этом вот вот эта девушка с тела и по там доктор медицинской наук сказала женщина там студии была сейчас пошел к синдром шурыгинах вот шурыгина которую посадила парня он же теперь стал как бы правозащитником вот тоже в студии был чёрт ты чё творится я вот на все это смотрю да сумасшедший дом сумасшедший дом мое время вот наше время с вами до большинства подписчиков уже возрастные люди разве такой представить даже невозможно было сейчас блин раз раз разделы нашлёпали короче и все до свидания человека нет а это человек который это самое спокойно сидит да он это и смех и горе сейчас действительно на взрослых сыновей иметь страшно столько бед их да и дочерей иметь тоже страшно становится смотрю на все это да его елки-палки молодые парни вот такие приключения попадают и тюрьма и все я вообще такое не понимаю наше время было доход как-то вот я до сих пор помню нас поселки суд был то районный суд там кстати народный судей был всю жизнь горотая казах был моего отца друг хороший друг коротая его звали царство небесное отличный человек был он почти там по моему лет двадцать был судьей так три года чтобы давать человеку три года суд шел почти неделю понимаете людей не сажали вообще сидевших людей поселка было один-два и обчелся на десять тысяч человек было один-два человека это так по мелками это самое и все один-два человека чтобы кого-то вот так вот брали вот так молодых парней жизни губили сажали такого не было сейчас пожалуйста вместе пили вместе гуляли всю ночь отдыхали и 1 надо сажать ужас ужас вот он этот парень выйдет оттуда он же ни во что верить не будет вот и гады его научили это называется опыт проходит с гадами и и тут думаешь лучше бы с гадами черт с ним чем с гадами уже не знаешь какой лучше вот так вот да не в то время не в том месте оказаться это уже тоже роковое стечение обстоятельства бывает не в том месте не в то время несколько турции вот насчет этого я смотрю такого такого нет молодежь тоже есть все есть но чтобы такое я не видел я же говоря за шесть лет для жизни тоже нормально драка даже не видел ни разу разборки даже не видел ни разу он парни приехали смотреть квартире идут смотрят ну что то такого нормальные парни никаких этих а машины стоят никто ничего не трогает пожалуйста никто не с кем не воюет парк за парковочное место или чё то куда хочет поставил и все лишь бы чтобы одна полоса остался вот так вот чтобы для проезда и все никаких проблем абсолютно как в старые советские времена помните какая парковка там не было таких этих чтобы за парковку дрались чтобы за парковку друг друга еще убивали как показывает по телевизору это обалдеть мир вообще сошел с ума мне кажется надо мир вообще сошел с ума люди обозленные такие стали то ли какой-то инопланетный какой-то это действует на людей то ли еще что-то черт его знает поэтому хочется иногда бывает так хочется вот молодежи сказать чтобы они не повторяли наши ошибки чтобы вот так не шлялись по всяким этим злачным местам это хорошим не кончается наше время если это дракой кончалось а сейчас убийствами тюрьмой всегда что-то такое наше время тоже было но драками там это было мало мое время было и подрались короче на следующий день вместе идем короче чай пьем отдыхаем по-мужски разобрались кто кого и все нафиг камень за пазухой никто не держал вот мне вот спрашивают ребята казах вы казах я родился вырос с поселка где было знаете сколько национальности я с казахом в одну школу ходил казах казах аул был отца друзья в основном казах были отца друзья были дагестанцы эмин лезги вот был самый такой этот поэт сама мухаммед лезги мухаммед лезги моих называли имам эмин лезги мухаммед лезги они авторитетные щи люди были поселки я надеюсь что они до сих пор там живут авторитетные щи люди магомедовы были только нации не было мы жили дружно все нормально отлично в одну школу ходили вместе жили все все и свадьбы и похороны все вместе было действительно суперское время да и в чаржу у меня столько друзей было разных национальностей разных национальностей и поселка тоже да и в россии тоже томского я до сих пор помню вот студенты были с казахстана очень много было студентов казахстана очень много в разных университетах учились узбеков был таджики были киргизы были студентов столько было азербайджанцы были работали учились кстати азербайджанцы молодцы ребята они днем работали на заводах вечером учились на вечернем отделении институтом университетов вообще было нормально вот такого как сейчас вот такого я не припоминаю вот здесь вот такой вот спокойствие вот здесь вот мне еще нравится да где спокойствие тишина спокойствие пошли квартиру посмотрели в дат риэлтор ключи отдал то пошли такие дела ладно в общем я думаю что все будет нормально свое время но хорошо было бы то как я всегда говорил что я оптимист чтобы это было быстрее чтобы ваши дети внуки жили в то время как втором мы жили спокойно и тихо с надеждой на будущее какими-то перспективами на будущее чтобы было всем спокойной ночи ребята сладких снов отдыхайте берегите себя берегите своих близких берегите своих матерей сестер братьев все будет нормально всех вам благ спокойной ночи пока пока